Управление внутренней политики, которое по определению обязано понимать, знать, что происходит на территориях и препятствовать возникновению подобных локальных и не очень конфликтов, вот оно, конечно, здесь сыграло абсолютно демоническую роль. Прокуратура республики предстала перед нами в совершенно ином свете. Это насквозь коррумпированный орган правопорядка, который абсолютно не заботится о правосудии и правильном правоприменении. В кабинете Елалова я присутствовал при этом. Вошли там посетители, которые по какому-то из строительно-земельных вопросов, какой-то вопрос, значит, задавали и пытались его решить. Елалов покачал головой, сказал, это вообще не ко мне. Это вот соседний кабинет господину Филиппову обращайтесь, я неуполномочен решать эти вещи. Вот до такого доходило, я видел, как напряглись эти посетители, переглянулись, и они как бы абсолютный когнитивный диссонанс испытали в том смысле, что перед ними сидит мэр миллионного города, который не решает вопросы внутри этого города. Именно Туманин причастен к группировке господина Борисова, обвинявшегося в заказном убийстве. Господин Туманин причастен к распилу государственных средств, выделенных на достройку жилищного комплекса «Солнечный». И вот как раз этот факт, судя по всему, очень сильно смутил Хамитова, когда его несчастные министры стали докладывать о реальном положении дела в республике. Хамитова бомбанула, и он взорвался. Он стал шуметь на тему того, что «что вы тут говорите в прямом эфире, это же услышат все». Потом Хамитов помчался вслед за Путиным в Петербург, тоже не встретился с Путиным. Все это, конечно, очень нервирует высших чиновников республики. Люди бегают в панике, пытаясь понять, какова их судьба после ухода Хамитова. Мама японского чемпиона по игре на скрипке устроила скандал на конкурсе, заявила, что, дескать, так мы не договаривались, и вообще очень дорого было сюда приезжать и на вашем этом конкурсе тут играть. Спиваков вообще вел себя в этот раз очень раздраженно. Я не буду поздравлять его как президента, я ни разу за него не голосовал как за президента, но хотелось бы пожелать кое-что Владимиру Путину, а именно... Прошедшая неделя войдет в историю исключительно криминальными и полукриминальными событиями в республике Башкортостан. И, безусловно, крупнейшим из них стала история в Баймаке. Хронологию событий за истекшую неделю разобрали уже по минутам. Все мы знаем, как это все начиналось, продолжалось, и чем завершилось, по крайней мере, на промежуточном этапе. На данный момент два уголовных дела расследуются МВД. Одно из них по факту нанесения тяжких телесных повреждений, второе по факту порчи личного имущества товарищей, прибывших из Чечни. Мы не будем останавливаться на подробностях этих событий. Они действительно вполне детально описаны за прошедшую неделю во многих изданиях. Хотелось бы акцентировать внимание на последствиях для общеполитической ситуации в республике и на поиске ответов, кто виноват и что делать. Начнем с вопроса, кто виноват. Как обычно в России традиционный вопрос, который всех интересует. На мой взгляд, здесь очевидна вина внутриполитического блока администрации Хамитова. Я знаю, что управление внутренней политики давно и основательно забило на работу с регионами. Сегодня за Уралия теоретически делегировано под крыло господина Тажетдинова, который, успешно провалив программу развития за Уралия пальцем о палец не ударяет для того, чтобы каким-то образом что-то менять в этом регионе. Деньги в программе кончились, и господин Тажетдинов прогнозируемо потерял интерес к этой программе и вообще к этой территории. А вот управление внутренней политики, которое по определению обязано понимать, знать, что происходит на территориях и препятствовать возникновению подобных локальных и не очень конфликтов, вот оно, конечно, здесь сыграло абсолютно демоническую роль. В момент, когда происходили эти события, ни один из сотрудников управления на место не выезжал. Никто из них участие в мероприятиях, проводимых и силовыми структурами, и администрацией района не принимал. Более того, молодые сотрудники этого управления сидели в интернете и лили какую-то совершенно адскую чушь в информационное пространство о том, что ничего не происходит, никто не пострадал, никакой драки не было. То есть это в лучших традициях такого советского идиотизма, когда люди отрицают объективную реальность. Кроме того, конечно, надо отметить, что существует персональная ответственность губернаторов за межнациональные конфликты и межэтнические конфликты на веренной территории. Эту персональную ответственность установил непосредственно Владимир Путин в свое время. И Хамитову, по всей видимости, придется претерпеть ряд неприятных минут, а может быть и часов, объясняя в администрации президента случившееся в Баймаке. А самое главное, будет ли он пытаться найти ответ на закономерный вопрос, как дальше будут развиваться события. Дело в том, что проблема не купирована, кадровые решения на территории Баймакского района не принимаются. И состояние атмосферы внутри района и внутри вот этого региона за Урали, конечно, совершенно плачевное. Люди напряжены, люди не верят в местные администрации, люди не верят администрацию из Уфы, не видят, вернее, администрацию из Уфы, не понимают, что происходит. И, соответственно, все это способствует эскалации конфликтов подобного рода. Я полагаю, что в Кремле должны очевидным образом оценить способность господина Хамитова и его команды к урегулированию конфликтов подобного рода, сделать выводы, которые, в общем-то, лягут в копилку того вывода, который все мы ждем уже семь лет. На прошедшей неделе наша постоянная рубрика «Аресты недели» пополнилась замечательным событием, за которым следила вся республика. Я говорю, естественно, о продолжении и развитии дела прокурора Гарифулина, а именно на прошедшей неделе, был арестован некий господин Мухитов. Мало кому известная личность, однако, как выяснило следствие, господин Мухитов был самым тесным образом связан и с господином Гарифулиным, и с господином Филипповым, а самое интересное – с господином Горбуновым. То есть это уже ступенью выше. Господин Горбунов – это заместитель главного прокурора республики Башкортостан, первый заместитель прокурора республики Башкортостан, и фигура весьма могущественная в сфере правоохранения и надзора за соблюдением законности в республике. Господин Мухитов был задержан, у него были изъяты деньги, судя по всему, что-то около 30 миллионов рублей наличными, были проведены следственные действия, а именно две очные ставки. Очная ставка между господином Рамазановым и господином Филипповым и очная ставка между господином Гарифулиным и господином Рамазановым. Надо отметить, что, как я и предполагал, и Рамазанов, и Филиппов, как говорят в определенных кругах, поют вовсю. Судя по всему, Филиппов, отдавая себе отчет в том, что покровители отказались от него, отвернулись и больше не собираются ему помогать, а прокурорская опора была, видимо, его последней надеждой, решил, в общем-то, сдавать всех. А именно, в ходе этих очных ставок выяснилось, что деньги, которые были изъяты господину Мухитова, предназначались высшим чиновникам, высшим прокурорам республики Башкортостан. Судя по всему, лично господину Горбунову об этом дали показания и Рамазанов, и Филиппов. И тут, конечно, нарисовалась совершенно отвратительная картина того, как устроен надзор за правоприменением в республике Башкортостан. Прокуратура республики предстала перед нами в совершенно ином свете. Это насквозь коррумпированный орган правопорядка, который абсолютно не заботится о правосудии и правильном правоприменении, является всего лишь источником наживы и доходов для самой себя. И фигура Горбунова, конечно, предстает перед нами тоже в новом свете, хотя еще четыре года назад разразился достаточно заметный скандал, который был связан именно с Олегом Горбуновым. Речь идет о его, прямо скажем, или мягко скажем, несдержанности в личной сексуальной жизни. Были опубликованы фотографии весьма пикантного содержания, на которых он предстает человеком в неподобающем образе для высшего прокурорского работника республики, однако тогда это господину Горбунову сошло с рук. Сейчас, судя по всему, операция проводится силами куда более серьезными, чем издание правуфу.ру, и, соответственно, последствия для руководства прокуратуры республики будут более значительными. Кое-кто из людей, понимающих перспективу и развитие этого дела, считает, что это дело будет абсолютно фатальным для всех замов прокурора республики Башкортостан, кроме самого Назарова, которого якобы планируется перевести куда-нибудь там подальше, во глубину Сибирский труд. И вообще, конечно, бесспорно, что прокуратура республики ждет гигантская реформация. Конечно, нужно понять, что дальше будет проистекать из этого дела в отношении господина Филиппова. Я полагаю, что после падения последнего рубежа обороны интересов Филиппова в лице прокуратуры республики Башкортостан, события могут развиваться очень драматически. Филиппов остается полностью один на один с правосудием, без всякой поддержки и крыши. Напоминаю, что на прошедшей неделе в отношении Филиппова возбуждено новое уголовное дело по факту дачи взятки должностным лицам, а это уже достаточно суровая статья. И у Филиппова появляется такая вполне себе ясная перспектива присесть лет на 5-7, а может быть и больше, либо продолжить цепочку. Я нисколько не сомневаюсь в том, что господин Филиппов это всего лишь инструмент в руках Хамитова, а для того, чтобы понять, почему это так, надо немножко уйти в историю. В самом начале своей карьеры на посту еще тогда президента Республики Башкортостан господин Хамитов очень живо интересовался строительной сферой города Уфы, буквально в первый год своего прихода на этот пост, всячески вникал и пытался в нее проникнуть, однако тогдашний мэр Уфы господин Качкаев в жесткой форме объяснил господину Хамитову, кто есть кто и где чье место. Вот такие вот времена были, да, и Качкаев был в той весовой категории, когда он мог просто-напросто в достаточно грубой и доходчивой форме объяснить Хамитову, что это совершенно не его епархия. Хамитов обиду затаил, он человек вообще очень злопамятный и очень мстительный, и со временем все равно укатал Павла Рыбиковича в Госдуму, как вот совсем недавно он укатал туда господина Елалова, но поставив тогда Елалова на место Качкаева, Хамитов с удивлением обнаружил, что Качкаев, в общем-то, не был единственным препятствием на пути Хамитова к строительному рынку города Уфы, а оказывается вообще в принципе любой мэр для него препятствие. Елалов, по всей видимости, тогда отказался исполнять, ну, совершенно очевидно, преступные указания господина Хамитова, и Хамитов стал искать другие пути подхода к строительному рынку. И вот на горизонте замаячил талантливый юноша, менеджер одного из ночных клубов, улыбчивый, любезный молодой человек, хорошо справлявшийся с горными лыжами и любезно помогавший кататься на этих горных лыжах Чите Хамитовых. Юноша приглянулся, мгновенно превратился в руководителя какой-то странной структуры, там какая-то дирекция по строительству каких-то спортивных сооружений. Ни одного сооружения, конечно, этот юноша не воздвиг, но Александр Филиппов с позиции руководителя вот этого смутного подразделения скакнул сразу же в вице-мэр Уфы, да и не просто в вице-мэр Уфы, а в вице-мэры с абсолютно эксклюзивными полномочиями, с доверенностью на ведение дел в области строительства земельных отношений, доверенностью такой, что никто больше ему не был нужен для принятия решений, и одной подписи было достаточно. Я очень хорошо помню момент, когда в кабинете Елалова я присутствовал при этом, вошли посетители, которые по какому-то из строительно-земельных вопросов, какой-то вопрос задавали и пытались его решить, Елалов покачал головой и сказал, это вообще не ко мне, это вот в соседний кабинет господину Филиппову обращайтесь, я неуполномочен решать эти вещи. Вот до такого доходило, я видел, как напряглись эти посетители, переглянулись, и они как бы абсолютный когнитивный диссонанс испытали в том смысле, что перед ними сидит мэр миллионного города, который не решает вопросы внутри этого города. Так вот, господин Филиппов развернул крылья, действительно успешно решал задачи, которые перед ним поставил Хамитов, и, видимо, зеленый поток наличных и безналичных средств как результаты этой деятельности был так велик, что в определенный момент Хамитов утратил контроль над Александром Филипповым, который, в свою очередь, начал уже чудить и развлекаться. Я образно выражаюсь. И сам Филиппов и его команда рвала на части строительный рынок города Уфы. То, что мы сейчас наблюдаем, вот этот вот дикий кризис с дольщиками, абсолютную кошмарную архитектуру в определенных местах города, это все продукт вот этой вот деятельности господина Филиппова и его начальника Рустема Хамитова. В конечном итоге Хамитов понял, что Филиппов доигрался и доигрался уже до абсолютной уголовщины. В этот момент, конечно же, Хамитов сделал шаг в сторону по своему обыкновению. Он готов как бы сдать кого угодно, лишь бы остаться в тени и быть непричастным. Я так понимаю, что не без содействия господина Хамитова Филиппов получил вот эту прокурорскую крышу и достаточно долго успешно оборонялся от тех многочисленных обвинений, которые в его адрес звучат. Но теперь с падением вот этой прокурорской конструкции я не уверен, что Хамитов в состоянии оказывать должную поддержку Филиппову. И, судя по всему, нас ждет драматическая развязка. Ну, я думаю, что это случится в ближайшее время. На прошедшей неделе в республике произошли существенные кадровые изменения в руководстве. Видимо, посмотрев предыдущий 57-й выпуск «Открытой политики», Рустам Хамитов отправил в отставку господина Магадеева. Давно пора было, конечно. Конечно, засиделся Марат Шарифович на своем месте. Нечего там было делать в последнее время. Вел странный образ жизни, мягко говоря. Смущал коллег. В общем, мы попрощались с Маратом Шарифовичем. Я не знаю, какова будет его дальнейшая судьба. Возможно, он, конечно, будет почивать на лаврах и своих несметных капиталах, которые сумел аккумулировать за долгие годы работы в правительстве Хамитова. А может быть, он продолжит свою карьеру в качестве директора вьетнамского рынка в Деме, который неизменно курировал и оберегал все эти годы, и который приносил ему существенные доходы и барыши. Я не знаю, но, в общем, как говорится, отрезанный ломоть, простились и забыли. Помимо всего прочего, Хамитов предпринял ряд назначений в правительстве Республики Башкортостан, прямо скажем, спорных и сомнительных. В частности, он назначил в Рио министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан господина Туманина. Этот господин многократно упоминался в наших выпусках. Мужчина весьма сомнительной репутации и трудового пути. В частности, если правильно и подробно окинуть взглядом его трудовой путь, мы поймем, что именно Туманин причастен к группировке господина Борисова, обвинявшегося в заказном убийстве. Господин Туманин причастен к распилу государственных средств, выделенных на достройку жилищного комплекса «Солнечный» совместно с господином Нагумановым. Господин Туманин лично причастен к делам ФЖС РБ, которые мы еще услышим и увидим последствия этих дел. Это недостроенные дома, это увод земельных участков в районе торгового комплекса «Планета», опять же, совместно с господином Нагумановым. На позднем этапе своей карьеры господин Туманин был таким близким сотрудником и правой рукой господина Нагуманова, и совместно с ним продолжал все эти странные манипуляции с землями и строительным сектором. Известно, что господин Туманин приближенное лицо все того же Тажидинова по линии Кроношпана, и господин Туманин очень много занимался этим предприятием. В общем, конечно, фигура более чем спорная для должности министра ЖКХ. Я не знаю, чего добивается Хамитов. По всей видимости, действует он в отчаянии. Скамейки запасных у него практически нет. И вот подобные сверху донизу испачканные репутационно кадры, конечно, последнее, что остается ему для назначения. Видимо, эти люди в его представлении надежны, только потому, что абсолютно скомпрометированы. Кроме всего прочего, надо отметить, что назначение временно исполняющих обязанности министров вообще в Башкирии до этого не практиковалось. Это что-то новенькое. Судя по всему, Хамитов уже не уверен даже сам в себе. И вот предпринял подобную форму назначения. В общем, конечно, это возмутительный совершенно факт. Посмотрим, чем это все закончится. Я бы очень не хотел, чтобы господин Туманин курировал у нас жилищно-коммунальное хозяйство. Я надеюсь, что Хамитов из последних сил исправит эту ошибку. Но посмотрим. Кроме всего прочего, в той части, которая касается правительства, на этой неделе Хамитов провел открытое заседание правительства. Присутствовали журналисты, все это писалось и транслировалось. И вот как раз этот факт, судя по всему, очень сильно смутил Хамитова. Когда его несчастные министры стали докладывать о реальном положении дела в республике, Хамитова бомбануло, и он взорвался. Он стал шуметь на тему того, что вы тут говорите в прямом эфире, это же услышат все. В общем, конечно, ссора из СБ очевидным образом был вынесен. Несчастный Новиков пытался в присущей ему объективной манере сформулировать то, как обстоят дела в экономике республики Башкортостан. Хамитов взорвался, стал спорить с цифрами, наезжать на Новикова. В общем, картина была очень некрасивая. Кроме всего прочего, на этом заседании обсуждался вопрос выделения средств для государственных СМИ республики Башкортостан. Запрашиваемая сумма в 3 миллиарда рублей была одобрена Хамитовым. Задумайтесь, 3 миллиарда рублей, это почти 2% бюджета республики Башкортостан, уйдут в бездонную дыру вот этого нашего БСТ, вот этих всех вот потешных на самом деле средств массовой информации, которые по существу нужны только самому Хамитову, чтобы время от времени немножко релаксировать, читая хвалебные оды и доклады о повышении надоев, удоев и прочего, значит, колосения ржов в полях, которых на самом деле не существует. Надо, конечно, отметить, что Хамитов оговорился на этом заседании о том, что, дескать, его очень не устраивает, как работают БСТ и Башинформ и прочие гос. СМИ. Ну, это уже, по всей видимости, была такая рефлексия, он внутренне понимает, что это полная лажа, но тем не менее. И еще один момент я бы отметил, на этом заседании прозвучало, что за прошедший год или полтора Башинформ удвоил свою аудиторию. Судя по всему, информационное агентство Башинформ вышло уже на межпланетный уровень, потому что он, этот орган информирования населения, государственные СМИ, по-моему, удваивает свою аудиторию каждый божий день. Ну, в их представлении, естественно, и скоро эта аудитория, наверное, достигнет предельных 7 миллиардов человек. Ну, смешно, конечно, но тем не менее, ребята, 3 миллиарда рублей Хамитов выбрасывает на эту абсолютно никчемную деятельность. Это ужасно. На прошедшей неделе возобновились слухи обсуждения ухода Рустема Мохамитова с поста, руководителя Республики Башкортостан. Обсуждались бурно сценарии этого ухода, обсуждался документ, который утек из администрации президента, а именно список из 9 губернаторов на вылет, среди которых Рустем Хамитов стоял третьим. Обсуждался рейтинг, вернее, падение рейтинга Хамитова в ПФО. Он занял последнее место в этом рейтинге. В общем, эта тема, конечно, не сходит с повестки дня. Она очень будоражит высшее руководство Республики. Многие в панике. Хамитов летал в начале недели в Москву в попытке встретиться с Путиным, но Путин его не вызвал. Под благовидным предлогом Хамитов в понедельник улетел в Москву, просидел весь день в представительстве, хотя формально должен бы присутствовать на каком-то совершенно нелепом мероприятии торгово-промышленной палаты. Потом Хамитов помчался вслед за Путиным в Петербург, тоже не встретился с Путиным. Все это, конечно, очень нервирует высших чиновников Республики. Люди бегают в панике, пытаясь понять, какова их судьба после ухода Хамитова. Особенно забавно наблюдать за новоиспеченными депутатами и чиновниками типа Айгуль Гореевой, которые, представьте себе, вот если вдруг Хамитов уходит в ближайшее время, что будет делать эта барышня в госсобрании? Она уже там всех поставила на уши в своих попытках заняться государственным строительством, и матерые опытные депутаты просто в ужасе от ее активности. А когда уйдет Хамитов, то это будет катастрофа. Кроме того, Лили Гумерова очень забеспокоилась за свою дальнейшую судьбу, понимая, что если уйдет Хамитов, то у нее абсолютно ноль шансов устроиться даже на второстепенную позицию внутри Республики. Она, что говорится, уходит на улицу с вещами из Совета Федерации. В общем, конечно, раздрай полнейший. Хотелось бы прокомментировать версию о том, что Хамитов пытается предложить братьям Ковальчукам, пост мэра в обмен на лояльность Кремля и возможность остаться на своем посту. Тут я отношусь к этой версии очень скептически, только потому, что удельный вес братьев Ковальчуков в неформальной политической конструкции России так велик, что если они захотят получить Уфу и Башкирию, то они вообще обойдутся без услуг Рустама Закевича. И они тут и мэра Уфы, какого надо поставят, и даже губернатора, какого надо поставят. И услуги вот этого предприимчивого нашего башлыка им совершенно ни к чему. Традиционно в конце выпуска говорим о новостях в области культуры, музыки и искусства. И в этот раз поговорим о прошедшем в Уфе фестивале Спивакова. Это был очередной фестиваль Спивакова. Все мы знаем о том, что господин Спиваков Башкирию рассматривает исключительно как собственную вотчину. Существенная часть бюджета, выделяемого на культуру в Башкортостане, оседает в карманах этого великого музыканта. И вообще фигура Спивакова и его фестиваль занимают центральную часть вообще в культурной жизни республики. Так вот, фестиваль в этот раз завершился немножко криво. Вообще по плану и по традиции троим победителям этого скрипичного конкурса вручают дорогие хорошие скрипки, которые закупаются, я так понимаю, за счет средств республики Башкортостан. И вручаются победителям этого конкурса. В этом году первое место занял скрипач из Японии, второе место скрипач из Испании, третье место занял скрипач из России. Так вот, скрипку наградную вручили почему-то только за третье место. А первые два места обошлись без скрипок и их заменили какими-то непонятными бумажками, которые Спиваков весьма раздраженно вручил в первом случае победителю из Японии. Он вручил эту бумажку его маме, которая сопровождала малолетнего вандеркинда на этот конкурс. Во втором случае он вручил за второе место испанскому скрипачу. Что случилось, мы до конца не знаем. Организаторы конкурса объясняют это тем, что случились какие-то неполадки на таможне, и что-то кто-то не заплатил за растаможку этих скрипок. Мама японского чемпиона по игре на скрипке устроила скандал на конкурсе, заявила, что, дескать, так мы не договаривались и вообще очень дорого было сюда приезжать и на вашем этом конкурсе тут играть. Спиваков вообще вел себя в этот раз очень раздраженно, кардинальным образом сократив свое участие личное в этом конкурсе, не давал мастер-классов, не дирижировал в том объеме, в котором он должен был дирижировать, троим лауреатам конкурса. В общем, что-то нехорошее происходит. То ли любимец госпожи Хамитовой и нашего Министерства культуры недополучил гонорара, то ли какая-то черная кошка пробежала между госпожей Хамитовой и Спиваковым. В общем, я опасаюсь, что это был последний конкурс Спивакова в Республике Башкортостан. Ну и, собственно, пускай, потому что слишком много средств и ресурсов оттягивает на себя этот гений музыки. Я думаю, что он не единственная заметная фигура в российском музыкальном пространстве. Пора бы немножко уже уменьшить количество Спивакова в Республике Башкортостан. Сегодня 7 октября. Большой светлый праздник в России. Если кто не знает, то сегодня исполняется 66 лет президенту Путину. И пытаясь отметить этот день, я не буду поздравлять его как президента. Я ни разу за него не голосовал как за президента. Но хотелось бы пожелать кое-что Владимиру Путину, а именно я бы пожелал ему уйти со своего поста, а это рано или поздно должно случиться, максимально логично и красиво в том смысле, что человек настолько запутал ситуацию в стране, настолько близко подвел ее к какой-то критической ситуации, что сделать ему это будет непросто. 66 лет почтенный возраст. Даже по новым стандартам пора бы уже отдыхать. Пора бы, наверное, и с внуками нянчиться. Я не говорю о том, что пора бы ему копать огород, но, в принципе, наверное, пора. Потому что руководство страны стремительно стареет. Признаки этого старения мы наблюдаем. Обновления страны мы не наблюдаем. Хотелось бы пожелать Владимиру Владимировичу, как говорится, уйти по-хорошему, остаться в памяти потомков, как минимум, не кровавым тиранам, а какой-нибудь совершенно странной, смутной эпохой в истории нашей многострадальной страны. На прошедшей неделе произошло одно заметное, по крайней мере для меня, событие, которое относится к нашему видеоканалу. «Открытая политика» набрала 2001-го подписчика и продолжает набирать подписчиков. У нас подписчиков стало примерно столько же, сколько составляет тираж, например, бумажного коммерсанта в Уфе. Меня это радует. Но зрителей и просмотров, конечно, больше, чем подписчиков. Соответственно, хотелось бы напомнить нашим подписчикам, что нажимайте на колокольчик, подписывайтесь и будьте все время с нами. Субтитры подогнал «Симон»!